Всем привет! Вы на канале Трусов играет в хоккей. Меня зовут Артем Трусов. Это новый выпуск Overtime, где мы с вами говорим о скандалах, интригах и новостях медиахоккея. Мы сейчас с вами уже обсудили новые команды, обсудили старые команды. Но давайте теперь поговорим о команде, которые пригласили на первый сезон медиадивизиона Лиги XHL, одной из первых, но за несколько дней до начала этого турнира отозвали свое приглашение. Команда ISTEAM. У парней свой канал на ютубе, ссылка в описании. Создают свой контент, можете ознакомиться на их канале. Я задал им ряд вопросов о том, что лично меня интересовало. Это почему же их не было в первом сезоне медиадивизиона Лиги XHL. Очень часто упоминал... Да ну что это, блядь? Очень часто упоминалась их команда в комментариях медиадивизиона Лиги XHL в Телеграме. Также на конференции по первому сезону, по итогам первого сезона был их представитель, Мистер Блэк, да, который кидал вызов всем медиакомандам, которые там присутствовали. Его вызов никто не принял. Всем привет, Мистер Блэк, игрок самой немедийной команды. Да, я смотрел турнир, уровень игры, и мы готовы пригласить любую команду, которая была на турнире XHL, сыграть на 100 тысяч рублей. Я решил пообщаться с ребятами напрямую. Я задал ребятам интересующий для себя вопрос, что они думают по тому поводу, что они в целом не приняли участие на этом турнире, хотя активно ведут свои социальные сети, ведут Телеграм, Ютуб канал, Инстаграм, запрещенную соцсеть в Российской Федерации. И давайте посмотрим, что они думают по этому поводу. Всем привет, 911, Мистер Блэк, команда iSteam. Мы готовы были приезжать и выиграть по любым правилам, не важно, с пасом, без паса, с электрошокером, черенком забивать, как угодно. Мы уже готовы играть в любом формате. И поэтому у нас мощная команда. Я собрал ребят из кахиловцев, которые уже играли в данном формате. С брызгаловым на воротах, я думаю, одна шайба максимума в наши ворота бы залетала. Поэтому я и предложил ребятам сыграть на 100 тысяч рублей. Но так никто не принял предложение, потому что смысл принимать предложение, в котором ты проиграешь. Вот такой вот ответ мы получаем от капитана команды iSteam, Мистер Блэк. Парни готовы рубиться на любых площадках по любым правилам. Круто. Круто. Я вообще в восторге. Очень интересная команда, создающая свой собственный контент. И в целом было бы интересно их увидеть во втором сезоне медиадивизиона Лиги Икс ИЧЛ. Организаторы, задумайтесь. Но здесь опять же не обойдемся без «но». Профессионалы. Профессионалы в составе этой команды. Это уже мое личное мнение. Я ранее говорил об этом уже, что медийный хоккей еще не успел в соревновательном формате показать тот самый, возможно, ламповый какой-то хоккей, где играют как раз-таки блогеры и уже переходит на более высокий профессиональный уровень. Вы только послушайте, кто должен был бы играть за команду iSteam. Дима Силантьев – это игрок «Металлург-Магнитогорск» на данный момент, который подписал контракт. Да, Брызгалов – это как раз-таки вратарь Амура. И, по-моему, на данный момент тоже подписал контракт с «Металлургом», если я не ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь. Никита Зимин – опять же «Металлург-Магнитогорск». Парни находятся на контрактах профессиональных команд. Мы не сомневаемся, что они показали бы очень высокий уровень хоккея. Но показали ли бы они какой-то медийный хоккей – вот это, конечно, большой вопрос. Но также спрашивал у ребят, какие они видят причины в том, что они не оказались в первом сезоне медиадивизиона Лиги XHL. Йо, друзья, всем салют. Дава номер 87, команда iSteam. Факт у того, что нас не позвали на этот дивизион и как мы, собственно, к этому относимся. К большому сожалению, скажу честно, очень неприятно получать сообщение о том, что твоя команда не участвует в каком-то турнире буквально за пару дней до его начала. Потому что изначально мы получали информацию от представителей XHL о том, что наша команда приглашена одной из первых на это мероприятие. На такое чудесное событие, как наконец-то открытие настоящего медиахоккея. Но вот, к большому сожалению, произошло так, что нам отказали буквально за пару дней. Причины я, скорее всего, вижу в следующем, что либо кто-то из организаторов, либо кто-то из команд сообщил, что либо им тут не надо играть, либо, к сожалению, мы не хотим с ними играть. Не могу сказать точно, какая из версий точная, какая из версий верная. Либо же вообще такой версии не существует. И на самом деле это просто вся теория заговора, в которую мы, к сожалению, все верим. Но очень неприятно осознавать, что мы, собирая сплоченную команду, достаточно сильную команду, которая хотела бы показать свои амбиции на этом турнире, к сожалению, мы получаем отказ буквально вот за пару дней до, соответственно, его начала. По поводу наличия медиа игроков в нашей команде скажу следующее. У нас есть Мистер Блэк, у нас есть Юда, у нас есть Мороз, которые, соответственно, являются достаточно медийными игроками. Особенно я отмечу Мистера Блэка, который имеет один из самых активнейших инстаграмов в принципе, если судить по каким-то индивидуальным игрокам. Ну и про команду могу сказать то же самое абсолютно. Наш инстаграм один из самых живых инстаграмов среди всех медийных команд, которые есть в России. Но, к большому сожалению, видимо, это на самом деле не учитывается. И теория заговора говорит о том, что XHL в этот именно дивизион проталкивала свои команды, те команды, которые им будет интересно видеть. Хочется верить только в то, что это все неправда, это все какие-то наши додумки. Но, к большому сожалению, факты говорят об обратном. Очень хотелось бы, я думаю, от лица всей команды скажу, что очень хотелось бы поучаствовать в этом дивизионе и доказать, что мы можем разгибать всех. Вот такие вот нехилые заявления кидают ребята из-за истим, что еще раз подтверждает, что парни готовы разжигать, поджигать и давать развитие медиахоккею. Еще раз повторюсь, организаторы медиа дивизиона Лиги XHL, задумайтесь и позовите эту команду во второй сезон. Но, что касается причин, почему парни не приняли участие. У меня на данный момент еще нет ответа от организаторов. Как только он появится, будет новый выпуск, где мы с вами обсудим эту новость. Ну и еще один вопрос, который был адресован от меня парням из-за истим, то, что многие команды и организаторы делали вид, что такой команды в принципе не существует. Парни постоянно пытались достучаться до Лиги через комментарии. Их телеграм-канала, он там не такой уж еще на данный момент раскачан, чтобы эти комментарии не увидеть. Более того, модераторы этого канала общались и отвечали ребятам. Но, что же все-таки думают о том, что их не замечали, сами участники команды iSteam. И снова здравствуйте, Дава, 87 номер команды iSteam. Просто напомни. Друзья, как мы относимся к тому, что некоторые команды делали вид, будто нас нет, либо организаторы делали вид, что нас не существует, могу сказать следующее. Обращаюсь к Лиге XHL. Друзья, признайте наконец, что ваш телеграм и все ваши комментарии жили только за счет нашей активности. Именно там мы пытались как-то развязать войну. Именно там мы создавали какие-то инфоповоды. И именно там мы пытались получить обратную связь. Но, к большому сожалению, обратной связи практически не было. Ни на один вопрос нам не ответили. И, к большому сожалению, также могу сказать, что ни один вызов, который мы бросали в комментариях, ни одна команда не приняла. Очень хотелось бы видеть хорошую обратную связь от Лиги. Очень хотелось бы получить какие-то медиа-ответы от личностей других команд. Возможно, этого чуть не хватало, потому что в какие-то моменты был в комментариях даже полный сразь. Это было достаточно весело. Трэшток – это круто, трэшток – это классно, трэшток – это буквально вещь, которая создает шоу. И, возможно, в следующем дивизионе, на следующий год в дивизионе стоит сделать какие-то более понятные ответы с обратной связью. Надеюсь, что именно над этим Лигой поработает. И могу от себя и от команды пожелать Лиге успехов быть честными и выполнять свои обещания. Вот такой ответ мы получили от представителей команды iSteam. Сейчас хотелось бы затронуть очень важный момент – это по поводу обратной связи. На конференции по итогам первого сезона медиа-дивизиона Лиги XHL Денис Качин, представитель Хоккей Бразерс, уже предлагал президенту Лиги создать свой телеграм, где бы он смог вещать какие-то новости для команд, для подписчиков, болельщиков, давать актуальную информацию по турнирам и так далее. Но на данный момент, к сожалению или к счастью, этого сделано не было. Так вот, о чем я говорю. Я хочу, чтобы моя платформа, мои социальные сети YouTube и Telegram-канал стали как раз-таки той самой площадкой, где игроки разных команд смогут между собой общаться в формате интервью, да, где мы будем обсуждать какие-либо темы, инфоповоды. Посмотрите на хороший пример, уже утвердившийся пример в медийном футболе. Там есть два основных телеграм-канала, это красивая, не классика, где парни берут интервью с помощью их телеграм-каналов, их социальных сетей. Игроки разных команд общаются между собой. Президент медиафутбольной лиги Николай Осипов дает обратную связь, как командам, так и подписчикам, отвечая на те или иные вопросы и давая какие-то инсайды с помощью этих телеграм-каналов. И мой канал направлен именно на это. Здесь мы будем освещать все новости медийного хоккея, поэтому подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. С вами был Трусов Артем, канал Трусов играет в хоккей. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok